Телекомпания РЕН-ТВ представляет Доброй ночи всем Это программа Соль на РЕН-ТВ Меня зовут Захар Прилепин И сегодня у меня личный праздник Сегодня в гостях человек, чьи песни я слушаю очень долго И с которыми связана огромная часть моей жизни Олег Митяев Здравствуйте, Олег И его замечательная группа Вообще, надо, конечно, представить музыкантов Эта группа, когда сказали и музыканты Олега Митяева Они так себя и называют Олега Фрэнс Вот, Родион Марченко Леонид Марголин Олег Митяев Один из самых цитируемых современных бардов В 78-м году на Эльменском фестивале авторской песни Он исполнил изгиб гитары желтой И магнитофонные записи разошлись по всей стране Теперь в любой романтической компании У костра неизменно поют В 87-м году Митяеву в Челябинск пришло письмо От самого Булата Акуджавы Мэтр хотел встретиться и поговорить Для молодого Митяева это был шок Номерные альбомы Митяева появились только в 90-х Первым стал «Давай с тобой поговорим» И это действительно был разговор Многие песни публика знала наизусть Конфликта с Михаилом Шуфутинским из-за песен не было Но было недопонимание Митяев подарил Шансанье свой альбом Шуфутинский позаимствовал из него две композиции Но деньги отдал только через несколько лет В конце 90-х Митяев и вовсе чуть не лишился авторства всех своих песен Подписав кабальный контракт с Александром Шульгиным Сегодня все уже позади Творчество Митяева это не только песни Он актер, учился в ГИТИСе и снимался в кино Он писатель, издал более десятка книг Он меценат, фонд Митяева уже 16 лет Организует и финансирует фестивали и концерты Он композитор, музыка звучит во многих фильмах и сериалах Олег Митяев народный артист России Но поклонники любят его даже без регалий Цитируя песни в обычной жизни Крепитесь, люди, скоро лето Крепитесь, люди, скоро лето Я представляю, сколько вам пришлось дать интервью за последние лет, эдак 30 Поэтому сегодняшняя программа, она будет посвящена моим монологам Я буду много очень разговаривать в промежутках между вашими песнями Потому что мне нужно будет все сообщить вам Все, что я надумал о вас за последние лет 20 Отлично Поехали, поем Посмотри, в каком красивом доме ты живешь Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел Целовал его слепой, расплакавшийся дождь Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел Я стоял бы, любовался до скончания дня Вместе с нашим участковым, молча под грибком Но в пакетике прозрачном дырка у меня И все время утекает пиво из него Я ушел в апреле, я нашел повод Я замерз, укутываясь в твой холод И пошел на улицу встречать лето А лето — это маленькая жизнь Лето — это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросль дом плывет по лето А меня нет, лето — это маленькая жизнь Странно, мы все время были в городе одном Ты все там же, в доме на последнем этаже А я в различных точках и минующихся дном Впрочем, если пить, то нету разницы уже Я и не заметил, что конец мая Что давно повесилась метель злая Выпил с участковым, смотрю лето А лето — это маленькая жизнь Лето — это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросль дом плывет по лето А меня нет, лето — это маленькая жизнь И хотя в огне твоем ночует наша грусть Я мусоропровод бросил два своих ключа И к тебе точно этим летом не вернусь Я хожу в кино и в парк культуры по ночам А ты вернулась с моря Я вчера видел, словно в прошлой жизни Посмотрел Витик, Витик про разлуку Про твое лето Лето — это маленькая жизнь Жизнь, в которой не было ни дня фальши Вряд ли кто-то точно знает, что дальше Только участковый мне хивнет молча Лето — это маленькая жизнь Боюсь, что не буду я очень оригинален, но история такая Было мне 22 года И невозможным образом влюбился я в свою любимую женщину И чтобы доказать как-то, не доказать, а показать и высказать свою любовь Мне каких-то, наверное, своих слов не хватало И тогда еще на аудиокассетах я записал самые любимые песни Олега Митяева «60 минут» И дал эту сборку И как-то дело сразу пошло лучше А потом оказалось, что у него еще много песен про любовь, которые надо тоже записать Еще на одну сборку хватило И дал вторую сборку Теперь у меня четверо детей от одной жены И с тех пор мы с ней и живем Знаете, одна женщина в Тольятти, сотрудница ГАИ Ей на день рождения записали такую же аудиокассету Где 16 раз подряд была записана песня «С добрым утром, любимая» И она ее ставила в машину и весь день Ну, вот слушайте, а вопрос такой А какие-то еще вот случались случаи, бывали случаи аномальные Что вот человек вот наслушался песен и, допустим, ну, пошел в гору Или слез с горы Или как-то выплыл, вот напевали эту «Маленькая жизнь», выплыл из ледяной реки Ну, наверняка чем-нибудь рассказывали, какие-нибудь случаи Знаете, очень много историй И как-то самые сильные истории нельзя даже рассказать Там даже что-то на операционном столе Человеку делали операцию, он попросил поставить, чтобы слушать Вот Да, но... Но это был не хирург Да, это был вот сам оперируемый Но вообще, надо сказать, что такие случаи, конечно, врезаются в память Например, на бензоколонке я как-то остановился И подбежал человек какой-то, говорит Мой брат так любит ваши песни Вы знаете, вот он... Я вас очень прошу, напишите автограф Побежал в машину, вернулся обратно А зима, снег, слякой такая морозная все И он, значит, потом за авторучкой побежал Потом опять прибежал И, значит, я открыл дверь, чтобы ему подписать И увидел, что он в носках То есть он бегал туда-сюда по улице А вроде нормальный человек Вот что делает с людьми искусство Поехали дальше Эта песня... Меня попросили написать песню для кинофильма «Территория» И я... Олегу Куваеву Да, Олегу Куваеву Я прочитал это произведение и подумал А как же молодежь вообще будет воспринимать Фильм снимаю для молодежи Я думаю, не поймет молодежь ведь Как переплывать ледяные речки За небольшую зарплату Да даже за большую И... Судьба подарила мне встречу с Вадимом Ивановичем Тумановым Да Друг Высоцкого, золотодобытчик И он очень много рассказывал И в результате получилась песня, которая Ему и посвящается Территория Это было в другой стране По которой прошла война Мы работали как во сне И задача была одна Чтобы грубость и красота Совместились в твоей судьбе Чтоб ни деньги, ни пустота Не мешали смотреть тебе На бескрайнюю территорию На которой мы все живем Это Родина И не более Но единственная при том Это Родина И не более Но единственная при том Поменять невозможно нам Прожитое под песни нарт В Заполярье остались там И зимовок, тоска и фарт И остался еще Запас Золотой в мерзлоте земли Только это уже без нас Мы все сделали Что смогли Для заснеженной Территории На которой мы все Живем Это Родина И не более Но единственная при том Это Родина И не более Но единственная при том Я не знаю, кто правит ей Но, похоже, она сама Сберегает своих детей Если с юга идет война Если с запада все гнилье И с востока недобрый взгляд Если с севера снег и лед Все выдерживает земля Необъятная территория На которой мы все живем Это Родина И не более Но единственная при том Это Родина И не более Но единственная при том Спасибо Олег, вот смотри, какой вопрос возник Я очень люблю этот роман «Территория» Олега Куваева И уж точно никто Этот роман не сможет назвать В дурном контексте, как это называлось Там, социалистическим Хотя он описывает Настоящую такую Удивительную работу Советских людей Совершенно героическую Вот я хотел бы спросить Знаешь, о чем Вот то время закончилось Что в 91-м, 93-м году Что такое мы потеряли И что такое мы приобрели Чем мы стали богаче А чем мы стали беднее Вот в некоторых песнях я слышу Отзывы к размышлению ваших на эту тему Может быть в прозе теперь об этом Ну дело в том, что это детство И юность И другого детства у нас не будет И я всегда С каким-то трепетом вспоминаю Что в Ленинском районе Города Челябинска Такие ровные улицы Заасфальтированные Оранжерея Дворец культуры На своем месте Дворец спорта Детская библиотека И вот как бы Скоро коммунизм Ваше поколение Будет жить при коммунизме И ты думаешь Ну как вообще здорово Классно Октябряты, пионеры И вот если бы мне тогда сказали А сейчас закрой глаза И через 50 лет Открывай Вот я открываю глаза Сейчас приезжаю туда в Челябинск Боже ты мой Все перекособочено Если не Евросеть То шиномонтаж Везде Ну вообще Никакой Архитектуры Никакого Вообще Как это возникли Какие-то здания Олиповато Все это так Замусорено Ну отвратительно По сравнению с тем Что было Сейчас сидит там Бедный несчастный Городоначальник И плачет Горячими слезами Просто Я вам скажу Я вам скажу другое Вы знаете И вот там Рядом плановый поселок Я ходил в одну школу В 55-ю Я ходил через весь этот поселок Там жила бабушка И знаете Вот эти Самогон Брашка Рабочие Гулянки 7 ноября Все дела И рядом Там плодо-овощное хозяйство Было такое И я вот прожил жизнь Рядом Мы там Эти Ранетки Воровали И как-то Я не мог себе Представить Что вот совсем Недавно Я узнал Что это Монастырский сад Что Где-то В 1850 году Монахиня Агния Организовала Женский монастырь И потом Как водится Все разрушили Сломали Монахиня Расстреляли Даже забора Ни одного Не осталось Остался только Вот этот Монастырский сад В котором Ценные породы Деревьев И вот Когда Сейчас возродили Этот монастырь Я пришел Почему-то Прибежал К этим монахиням Говорю Я же вот здесь Жил Я не вообще Даже Кто бы мне Рассказал Об этом А там Пруд Девичьи слезы Которые они Вырыли сами Ну много Историй с этим Связано И они Замахнулись на что Там 39 гектаров И конечно же Хотят сделать из этого Как минимум С подземными гаражами Элитный поселок Или Эти Микки Маусы Парк такой Но эти Девушки Замахнулись на то Чтобы сделать из этого Плодово-ягодного Хозяйства Райский Библейский сад То есть Огромный сад Привести его в порядок И вся библейская история Когда ты туда заходишь Ты можешь Вот Изучать Библию Гулять Отдыхать Но Это несовместимо Сейчас Вот с этим Рабочим районом И вот с такой Высокой идеей Но мне кажется Что Замахиваться Надо именно так И я всячески Вот сейчас пытаюсь Им помочь И Не далее Как вот Сегодня я звонил И там дорога Которая должна была Лежать через этот сад Ее отменили Пустили в обход И в общем Что-то происходит Я все понял Но я задал вопрос Что потеряли И что приобрели Вот я услышал ответ Потеряли это Приобрели Вот это И жизнь продолжается Приобрел Райский сад Приобрел Райский сад Пошли дальше Да, как раз Песня Об этом Ленинском районе Называется «Мама» Почти у каждого из нас Бывает драма Она, казалось бы, решается Легко Одна в осеннем городе Скучает мама И этот город расположен далеко И мы сначала ничего не замечаем И дни разлуки складываются Года Мы обещаем написать И забываем И наша мама нас прощает Как всегда А когда-то мальчик Было беспокоен Если только мама Покидала дом И уткнувшись взглядом В пальмы на обоях Ел горбушку хлеба С сахарным песком И ждал, когда в подъезде Ржавая пружина Скрипнет, возвращая Ласку и покой А у нее работа А потом дружина И под вечер С полной сумкою домой Как две заботливые птицы Эти руки Нас успевали защитить И пожалеть А мы смотрели с братом Только на зарубки На косяке дверном Мечтая повзрослеть И дождик летний капал И земля парила И как в войну Мы продолжали В жизнь играть И все, что раньше Мама нам не говорила Мы начинаем только-только Понимать Почему так много Было кукурузы Почему в апреле Запахи острее Почему зимою Хочется арбуза А вообще-то было все Как у людей И тот пьянящий запах Новеньких сандалей И в кульке за рубль Десять карамель И в шариковой ручке Радостный Гагарин Так ничто не может Радовать теперь Но раз в году хотя бы Кажется так просто Вернуться к тихой радости Родимых глаз Но мы спешим к вершинам Творческого роста И мамы понимают Не тревожат нас И ждут и врут Опять немножечко соседей Похлебывая тот же Ягодный кисель Что может быть На Новый год Домой приедем А нас несет опять За три девицы мель Но как с пластинки пыльной Пляжный виск нам слышен Память наша пленкой Рвется как в кино И как же мы бессильны Пирожками с вишней Возвратить ту радость Детства своего Ну как же мы бессильны Пирожками с вишней Возвратить ту радость Детства своего Пирожками с вишней Всем мамам посвящается Олег, я вот тут читал Про вас всякую информацию И вот не знаю Правда, неправда Впервые встретил Что в возрасте От семи до тринадцати лет Олег Мятеев спас Семь человек Которые тонули В мокрой В холодной воде Ну вот знаете Когда так говорят Просто Мне неудобно становится Потому что это Настолько было Обычно Для многих жителей Нашего двора Мы жили практически на пляже И все лето Мы проводили на пляже Может быть Их даже было больше Этих людей Да Но Очень простая Система спасения была Потому что Ты лежишь Загораешь В общем Начиная с ранней весны До поздней осени И вдруг Кто-то Бешеным голосом Орет Что он тонет И ты Лениво Встаешь Идешь Опять Доплываешь До него Он С бешеными Глазами Хватается За твои Сатиновые трусы Да нет Проблема в том Что это ленивый Семилетний мальчик Встает Да А уже же Мы же плавали Как рыбы Мы знаете Такой стайкой По озеру Сумолино Плавали И какой-нибудь рыбак Сидит уже осенью И мы говорим Ну чья очередь И кто-нибудь один Берет окурок Подныривает И возле поплавка Выныривает Говорит Батя Не найдется огоньку И он там Из лодки вываливается И вы его спасаете То есть много таких Было у нас Ну правда Значит спасали Да прям Вот по-настоящему Ну и у людей этих Конечно не знаете Они не знают Кто их спас И вот Они вообще ничего не помнят Не помнят ничего Да И потом Вы занимались же Профессионально плаванием Да Кандидат в мастера спорта А мне тоже деваться Было некуда Потому что Что я умею С детства Плавать И поэтому Да и нравилось мне Ходить зимой В бассейн Потому что Все лето плаваешь И тут раз Пауза И в бассейн Я как-то один раз Даже заплакал Забыл пропуск в бассейн Меня не пустили Я и шел Плакал Вот И потом Когда в монтажном техникуме Надо было отстаивать Честь группы То я Выступил Стал заниматься Выполнил первый Спортивный разряд Потом в армии Мне тоже пригодилось Я вместо какого-то офицера Капитана Зайченко В ЦСКА Проплыл слишком быстро Мне сказали Ну куда ты Зайченко вообще никогда так не плавал А я вот что-то не помню У вас песен связанных Может я забыл что-нибудь Связанных вот с С плаванием А это очень сложно Вот Наверное только такой гений Как Пахмутова Может Сочинить там Великолепные пятерки Вратарь Потому что Духовное И Физическое Трудно совместимы Я даже вот Таких очень мало Примеров У Высоцкого Про все есть Про боксеров Шашматистов Ну не только шуточные Про этих Про шахтеров Про всех есть Ну ладно Про Конюхова Даже у него есть Песня У кого У Высоцкого Одиночка Да Да потому что Вот Конюхов Он же в одиночку Все Тогда уже был Конюхова Да Вот это да Песню Тогда Она такая же Москвичка Как была Вот Семнадцатый квартал Париж Чуть вздрагивает зон И женщина французская Серьезно и мила Спешит сквозь утро тусклое Должно быть проспала И тем кто встретится ей Улочкою узкою Не догадаться Здесь у всех свои дела Она хоть бывшая Но подданная русская Она такая же москвичка Как была У бывшей русской Подданной в квартире кавардак А значит что-то и в душе Наверняка не так Но как легки ее слова И пусть неважно спит Но от столичной голова На утро не болит И вспоминает сон Про дворики Арбатские Она как в реку Погружается в дела И несмотря на настроение Дурацкое Она такая же москвичка Как была Каштаны негры продают У площади Комкорд Придет сквозь лампочек К салютке снежный Новый год И парижане о своем Задумавшись спеша И Рождество опять вдвоем С подружкой из США Наполнит праздничный Париж Вино французское А ей пригрезет сама Сквобилы имбила Она пьет водку Так как подданная русская Она такая же москвичка Как была Наполнит праздничный Париж Вино французское А ей пригрезет сама Сквобилы имбила Она хоть бывшая Но подданная русская Она такая же москвичка Как была Олег, ну уж Коль такая песня прозвучала Эмигрантская Я задам вопрос Про песню, которая Сегодня не будет звучать Но которую я очень люблю Как я уеду, если до лета Вот эта песня Я когда ее услышал Вот у меня вот был Прямо скажу Такой маленький Потом уже возник Чем больше я подрастал Тем больше у меня был Такой маленький диссонанс Я вот думаю Вот Олег Митяев Вот из Челябинска Челябинский монтажник И песня какая-то вот такая вот Ну такая московская Такая Из московской Такой интеллектальной среды Там пишут из Хайфа Из Парижа Сроки подходят все ближе и ближе Вы реально Собирались Симмигрировать когда-нибудь Или это просто Это так повлияло Вот какие-то песни Которые звучали вокруг вас На эту тему Потому что я не очень понимаю Как вам могло Такое в голову прийти Нет, это была такая ситуация Когда Открылись границы Все куда-то поехали И кто-то поехал Насовсем Если раньше уезжал Навсегда То сейчас ты понимаешь Можно уехать Там приехать Нет, ну там такая песня Она звучит так пронзительно Что это прямо вот навсегда Как будто она написана В 72-м году А не в 88-м Нет, товарищ С которым мы ездили Там в Германию Он все время Примерялся Так, если я Значит вот останусь Как, на что Буду жить Где И прочее И прочее Так примерялся Потому что ну тут у нас Совсем было Пустые прилавки И ну как бы И держаться не за что И что будет дальше Вообще непонятно Это мы сейчас Прошли годы И мы видим Все эти зигзаги И повороты Как это было А тогда мы не могли Даже предположить Что из этого получится И Но у меня никогда Не было настроения Что я должен уехать Там же как раз В этой песне и поется Что я-то уехать не могу Потому что Многие уезжают А мне тут и Хотя это не имеет Никакого Никакой важности Не имеет Вот уехать Или не уехать Потому что это Не тогда Когда железный занавес И все Уехал и все Ну уехал Приехал Пожил А когда песня Вот эта про Москвичку Как была В Париже были К тому моменту Когда она была сочинена Или Даже в глаза не были Эта песня Вообще Она Сфотографирована Она вся Вот написано И 17 квартал И подружка из Америки И водка И все Это мы были В Париже И выступали на радио Свобода И жили у лицедеев Им выдали несколько квартир Вот Мы давно уже дружим С лицедеями Даже Леня Лейкин Мой кум Пользуясь случаем Передаю привет Леня привет Своему куму И Как-то Очень сильное Впечатление Произвело На нас Посещение Парижа И Вот просто По Следам Была написана Эта песня Переходим К ножам Я обычно здесь Рассказываю историю О том Как мои песни Перевели на японский язык Сделали из них Танки и Хоку И потом Перевели обратно И они такие компактные Мы бы сейчас Уже закончили Такая вот из классики Танка Все мы здесь Закатным отблеском Пляшет костер Меж сосен Здорово как Да-да-да Или вот такая Хоку Трехстишья Надпись красивая Смотрит в окна Любимой Периферия Вот Но и надо сказать Что конечно Я когда это рассказываю Я всегда вспоминаю Как Немцы переводили На немецкий язык Это отдельная тема Мы там дали около 400 концертов В Германии И даже у меня вышла книга Сейчас я Собираюсь записать диск На немецком языке Вот И когда нас пригласили туда С булатшалчем и куджавой В основном конечно Его переводили Но они Так Прям вот Ведливо Говорили А вот этой строчкой Вы хотели сказать вот это Или вы имели ввиду вот это Я смотрю Вон как Говорю вот это Выбирал где получше Поэтому переводы получились Вообще исключительные Вот А японцы они дров наломали Вот у меня есть такая песня Женщина с планеты Земля В общем Кто не знает Он там хочет улететь На другую планету А эта женщина земная Не дает Не отпускает А лето Кружит семена Самлевших Полдень тополей Такой красивый Рефрен Они написали Такую хоку Стынет из ягод пирог Женщина мне не дает Семя по ветру пущу Я вообще ничего такого не закладывал Вот они Перевели Ну и были Конечно ближе К оригиналу вещи Например Снова гостью соседки Как назвать ее Чтобы не обидеть Одинокую женщину А в оригинале получается Длинная песня Четыре куплета Снова гость к моей соседке Дочка спит Дальше горит Радость на лице По стеклу скребутся ветки В рюмочке коньяк налит Со свиданицем Вроде бы откуда Новая посуда Но соседка этим гостям дорожит То поправит скатерть То вздохнет некстати То смутиться Что не острые ножи Он мужчина разведен И она разведена Что тут говорить Правит нами век казен И них это вина Некого винить Тот был первый гордым Правильным был твердым Ну да бог ему Судья да был бы жив Скверлистов у меня Дочка подрастает И пустяк Что не наточены ножи Пахнет наволочка снегом Где-то капает вода Плачет в углове сит На проспект спустилось небо И зеленая звезда О, с него такси Далеко до сходни Не уйти сегодня Он бы мог совсем остаться Да и жить Все не так досадно Может, жили б складно Ах, дались мне эти чертовы ножи Ах, как спится утром зимним На ветру фонарь скулит Желтая дыра Фонарю приснились ливни Вот теперь он и не спит Все скрипит Пора, пора Свет сольется в щелку Дверь тихонько щелкнет Лифт послушно Отсчитает этажи Снег под утро ляжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи Снег под утро ляжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи Да, браво! Правда ваша! Олег, скрывать не стану Мне очень симпатично С какой профессиональной иронией Вы относитесь Собственно К текстам своим То есть Понимая То, что все эти слова не случайны Вы вместе с тем Не пытаетесь выдать себя За большого поэта И все время говорите спокойно Что в аккомпанементе Это должно звучать И так оно и создано И так тому и быть Потому что Есть люди и в мире рок-культуры И в мире бардовской культуры Люди, которые сочиняют прекрасные песни Которые, конечно, существуют Собственно, как песни И никак они в другом виде И может и не надо им существовать Но мне было бы любопытно узнать Вот кого все-таки Из русских поэтов И из ваших предшественников И из поющих людей Кто вот для вас по-прежнему И сегодня является значимым и важным Вот известно, конечно, Ваш альбом на стихи Бродского Которого я тоже очень люблю Вот что там Вот вечером Может, Олег Митяя взять И вот руку протянуть И с полочки взять какую книжку Да, вот сейчас у меня лежит Книжка потрясающего поэта И, вы знаете, я даже не могу Его нигде найти Это какое-то безобразие Что его не допечатывают Не распространяют Потому что это Поэт великой трагической судьбы Для меня Во всяком случае Я давно уже Значит, вот с любого места Я его читаю И получаю колоссальное удовольствие И настолько это со мной совпадает Евгений Блажиевский Такой человек В основном это 70-е, 80-е годы Настолько искренне, честно Может быть, вы слышали его Песню на его стихи Много есть вариантов По дороге в Загорск Понимаешь невольно, что осень И на самом деле Это только мадригал А вообще это венок сонетов И каждый сонет Это просто потрясающе Ну, я даже не говорю Про это известное стихотворение А вот другие стихи Абсолютно в меня попадают Или, например В Екатеринбурге Хотел сказать В Свердловске Юрий Казарин Есть такой поэт Работает на кафедре русского языка Тоже Но это настолько для меня Недосягаемо Вот это на Как бы Я бы сказал Что это человек уровня Бродского Но мы, к сожалению Не слышим этого А это тот самый Казарин Который книжку о Борисе Рыжем написал Да И потом у него Помимо стихов Замечательных Потрясающих Есть Такая Книга Пловец И там он очень Перекликается с Довлатовым Потому что такие короткие Высказывания Очень сильные И искренние Я вот еще обнаружил У нас с вами Одну общую любовь Потому что Я про это не знал Что вы очень любите Александра Дольского По крайней мере так пишут Мне Я Вот как-то слушая ваши песни У меня вот это вот Не соединялось В голове Я вот какого-то прямого влияния Или рассеянного влияния Дольского На вас Не обнаружил Вы когда его услышали Из каких песен Эта любовь Началась Ну Дело в том Что мы все прошли Через эти песни Вот когда я окунулся С головой В авторскую песню И случайно Я попал на этот фестиваль И увидел На Эльменском озере Под Челябинском Этих поющих людей У костров Какая-то коммуна просто И песни все такие Потрясающие Я их для себя открыл И конечно же Дольский И Висбор И Акуджава И Клячкин И Кукин И все в общем-то Это были какие-то Небожители И даже когда появился Дольский Мне рассказывали Что там Геннадий Васильев И Михаил Ивичкин Наши Челябинские Они ходили И спрашивали Нравится Дольский Или нет И если не нравился То били морду Ну Это они так рассказывали Я не допускаю Что интеллигентные люди Так поступали Но Они горой за него стояли Вот И конечно же Такая традиция У клуба Самодельной песни Была после концерта Кому-то домой Все заваливали И вот Сидели Общались С таким человеком И мне повезло Вот с Дольским Встречаться И даже я с ним Снимался в одном фильме Игра с неизвестным Он называется И там в общем-то Было много И Шевчук И Дольский И Кукин И Башлачев С него все Начинается Фильм Такой интересный Но тоже Который По-настоящему Не увидел Света Слушайте А вы играли В Маяковского Опять же Если не врут Открытые источники В спектакле был И вы там Играли Маяковского Я не мог Я не мог Отказаться Когда мне Я был в Германии И позвонили Из театра Маяков Моссовета И говорят Вот мы вам предлагаем Сыграть роль Маяковского Главная роль В спектакле Я смотрю в зеркало На себя Разговарив По телефону Думаю Какой Какой там Маяковский Вот Но Тем не менее Меня зацепило То что Премьера должна была Состояться в Италии В городе Урбино И все это состоялось Мы отрепетировали И поехали И мало того На у нас На спектакле Присутствовал Питер Штайн Но вы вообще Внешне чувствовали себя Маяковским Как-то вот так Трибуном Это был Такой Все-таки Стебовый спектакль Там Маяковский Пел песни под гитару Ленин танцевал Со Сталиным Спасибо что не сняли Питер Штайн Громко хохотал Из зала В общем вот как так Я понял Поем Мы с одноклассницею загорелы Учили алгебру И ели спелый Крыжовник крупный В подъезде влажном Я молчал тогда О самом важном А капли пили По карнизам дома И был учебник Учпит Гиза новый И мы не знали Что жизнь промчится И эта алгебра Не пригодится Где-то На затерянном острове Где лето Прячет мокрых стрекоз Возь в траве И впереди бесконечная Жизнь неосознанно вечная И пахли волосы Дождем И солнцем И мы прозрачны Были с ней до донца Не прибавлялось Серьезных знаний От громодальнивы И плеч касаний А красный галстук Шел ей даже дома Ее отец был Секретарь райкома Но разве мог он Распорядиться Чтоб мы друг другу Прекратили сниться Где-то На затерянном острове Где лето Прячет мокрых стрекоз Прячет мокрых стрекоз Возь в траве Но впереди бесконечная Жизнь неосознанно вечная На пляже люди весело вещали И в этот день они переезжали А я был в лагерь Тогда отправлен И на две смены Был весь мир отравлен И я вернулся в город Как в пустыню И ждал весны Надеясь, что простыну Чтоб объявили Для всех печально Потом по радио Официально Что где-то На затерянном острове Где лето Прячет мокрых стрекоз В траве Но Впереди бесконечная Жизнь Неосознанно вечная Но слава богу все остались живы А то, что мир порой бывает лживым Нам стало ясно И только грустно Что все молчали письменно и устно И мы не виделись потом ни разу И победил, конечно, светлый разум Мы с этой жизнью Мы с этой жизнью Всегда справлялись Но где бы ни были Опять встречались Где-то На затерянном острове Где лето Прячет мокрых стрекоз В траве И Впереди Бесконечная Жизнь Неосознанно вечная Олег, а вот о феномене бардовской музыки Хотелось бы немножко поговорить Вот вы назвали такие имена К ряду замечательные Макуджава Клячкин Кукин Дольский И все вы за одним столом Сидите так здорово Вот а потом 90-е годы И большому счету Вот вы, Михаил Щербаков Чуть позже Елена Фроловова Появилась Как мне кажется Но вот Предполагать как бы Пролонгацию этого движения Уже не так сложно Это Время изменилось Или само бардовское движение Как-то себя исчерпало Или люди изменились Как-то не знаю Слушатели стали другие У меня такое ощущение Что вот Это Просуществовало Как театр Многие театры Они возникают Развиваются Находятся на пике И потом потихоньку Уходят Булат Шалыч вообще сказал Что авторская песня умерла Он сказал это Еще в 86-м году Где-то Ну понятно Что он имел в виду Тех авторов И ту атмосферу Которая Больше не повторится Его поколение И у меня тоже Было такое ощущение Что Нет сначала было ощущение Что ого-го Еще сейчас Вот Но потом Дело ведь даже Не в авторской песне А в поэзии С одной стороны Лирики Они Навсегда Они были Они просто на время Ушли в прагматике А потом А потом опять Когда у них Все будет хорошо Они возьмут гитару Сядут на кухне И будут петь песни Все-таки Авторская песня Это ступенька К большой поэзии Потому что Тексты Они Все-таки Выше Популярной музыки Выше каких-то Вот Таких Конъюнктурных Песен Но На сегодняшний день Вот эти вот проекты И на стихи Пушкина На музыку Тухманова И Бродский На музыку Леонида Марголина Несмотря на то что В Италии нам Через десять лет После выхода Этого альбома Вручили премию Бродского Министерства культуры Италии У нас Это прошло Абсолютно не замечено Потому что У нас поэзии Не слышно нигде И для меня Конечно было Самым величайшим позором Когда На каком-то Второстепенном канале Когда Секундная стрелка Вот так знаете Циферблат показывают Некуда девать это Бросовое время И в это время Лучшие поэты Современности Читали свои стихи На 30 секунд Уже дальше Некуда Поем дальше Ах, как давно Все это было Но до сих пор Но до сих пор Живут во мне Нагревшийся автобус Львовский Пылящий полем сквозь жневье Загар на плечах полоски И пальцы легкие ее А черемуховые холода Были где-то далеко Позади И это летнее тепло Навсегда Тихим вздохом Поселился в груди Куда мы ехали Забыли Мы были просто Я и ты И облака Над нами плыли Как будто белые киты И небо было голубое И было ничего не жаль Ведь сердце у китов большое Размером с маленький рояль И по клавишам, как вишни стучат Извлекая, что Господь напоет Капли крупные слепого дождя Сообщая нам о том, что нас ждет И нам бы грешникам послужить Но комсомольские значки Приколотые к нашим душам Мы не снимали дурачки Еще жило в нас ожиданье И вера взрослым голосам Но в эти редкие свидания Мы были ближе к небесам И крутились на катушке петлы Пахло мятой И свежей травой И озера были ночью теплы И мы плыли, как над бездной с тобой А черемуховые холода Были где-то далеко позади И это летнее тепло навсегда Тихим вздохом Поселилась в груди Олег, вот коль уж речь зашла у нас в прошлый раз Про музыку У вас есть сын Филипп И у него есть группа «Стимфония» Вы слушали когда-нибудь так всерьез до конца Целыми альбомами Ну, сочинение сына Не могу Я пробовал несколько раз Но как-то изначально Все-таки в песне есть Помимо слов Музыки И исполнения Есть еще Интонация Вот когда, знаете, какой-то сосуд Он не только там Глинный И что в нем А еще вот какое-то ощущение Этого сосуда И вот Я просто Некоторые песни И некоторые стили Не могу слушать Я как-то Сразу ухожу от этого Я все время говорю Филипп Ну, что бы вам Не исполнять все это Мощно, так красиво Но в светлых залах Нет вы куда-то В подвал обязательно Там это Ну, просто Адова такая Капище какое-то Что это И громко И слова не расслышишь Ну, как-то Видимо Вот другое поколение А может быть Другое восприятие жизни Хочется, чтобы было Все-таки Как-то красиво Еще одну песню Жестокая танго Год Год сорок пятый Война В прошлом Недавнем Гимназье Но как повзрослела она Девочка Девочка Эта Эта Из Англии Внучка Книжны Посла Сделала Все Как в Евангелии И офицера Спасла Вывезла Будто Умершего В Индию Борт Отпроси Через Начальника Смершего И дальше В Бенгальский Залив Мнилась ему Эвтаназия Но не сдавалась она Юго-Восточная Азия И чья-то чужая страна Там за четыре года Как в кружке спирт Разлитый Не изменилась мода На френче Галифе Поет Бесподзавода С пластинки Марлен Ди-3 Для выпившего Сброда На берегу В кафе Туфель Полет Парусиновый Воздух Пропитан Тоской И Самолета Бензиновый Запах Дороги Домой Здесь За морями И Бедами Мне Не остаться С тобой Встретимся После Победы Мы Я Офицер Боевой Дугласа Встрогнули Лопасти Вырвав У девушки Зон Ждал Его В образе Пропасти Северо-Западный Фронт Не Бала Сури Кадмия И Гон облаков Пелерин В день Тот Советская Армия С боем Входила В Берлин И Встретила Утрапа Маруся В черном Блеске Ни Ни Сына Ни Героя Предателя Страны А дальше По этапу Поля И Перелески И Облаком Над строем Нарлаговские Сны Но Сроки Когда-то Кончаются Смерть Откружила Над ним Он Не Погиб Не Отчаялся Но Воротился Другим То Тепель Кружит Над Глобусом Что-то Хрущев Нам Кричит А Он Управляет Автобусом И Дома Все Больше Молчит И Только Засыпая К Бенгальскому Заливу Он Может Опускаться И Девушка К Нему Открыто Улыбаясь Идет Не Торопливо И Долго Просыпаться Не Хочется Ему Там За Четыре Года Как В кружке Спирт Разлитый Не Изменилась Мода На Фринчи Галифе Поет Беспотзавода С Пластинки Марлен Дитрих Для Выжившего Смрода На Берегу В Кафе Олег Я Я Замечаю И по вашим Песням И по вашим Интервью Осмысленное Или неосмысленное Нежелание Делать Такие Прямые Политические Акценты Никогда Вы в жизни Не сказали Либералы Или патриоты Красные Или белые Это скорее Комплимент Вам Чем Претензия Но Вы осмысленно Вот это делаете Вот когда в интервью Так аккуратно уходите Чтобы никогда не сказать Вот я там за Ельцина Я за Горбачева Я против там Такого-то Вот когда Фраза начиналась Осмысленное Или неосмысленное Уже можно было поставить Знак вопроса Потому что Понятно что неосмысленное Да Потому что в моей жизни Вот все Неосмысленное Вот Такой маленький Мальчик какой-то Там у меня Живет Ну Как-то мальчик сейчас Говорит Да ну вас Вот так он говорит Мальчик Но Вообще По большому счету Конечно я не могу Сделать Никакого ответственного Заявления Потому что У меня нет информации Я бы достал шашку И рубанул бы сейчас Но Значит да Можно сказать Но если не телевизор То интернет И это Это большое бедствие Потому что В том же интернете Можно написать Это Вот это И вот это И в результате Я такую Придумал формулу Что 2 плюс Х Равняется Вопрос То есть Как я могу Поставить что-то Вместо знака вопроса Если я не знаю Составные части Из чего это Как это Я чего-то не знаю всегда Мне кажется Хорошая позиция Поем Да Она удобная На самом деле Позиция Но другую у меня нет Пойдем дальше Пойдем дальше Я сидел У тусклой лампы Допоздна Вспоминая Давний запах Дальних мест Я гулял По синим сумеркам Без дна Возвращаясь В разрисованный Подъезд Кто-то ждал Меня А может И не ждал Оставлял Как флаг Не запертую Дверь Кто-то знал Про все А может И не знал И вот Теперь Под животом Мазда Мы пили с ней вино Могли бы лет До ста Мы целоваться Но Краток Речной Марш Жрут Кончилась Кончкара Поздно И дома ждут Пора Вдоль Москвы реки Из сонного Кремля Я скольжу Пустым Пространством Мостовых И не смотрят Светофоры На меня С безразличием Постовых На выходных Перламутровым Загаром Города Покрывают Разгоревшийся Восход И мне кажется Что было так Всегда Всегда В тот Город По Животам Мазда Мы Пили с ней Вино Могли бы Лето Став Мы Целоваться Но О Краток Речной Маршрут Кончилась Фанчкара Поздно Поздно И дома Жду Пора Будет Новых Зим и Весен Карусель Проплывать Неоднократно Мимо нас Будут петь Вокруг Стареть Стелить Постель И Ждать Бог Даст А Небесный Калькулятор Ни на миг Не Собьется И мгновенья Как вино Отсчитает И Прольет Что Не вместит Его Оно Ооо Под животом Моста Мы Пили с ней Вино Могли бы лет До ста Мы Целоваться Но Ооо Краток Земной Маршрут Кончилась Хванчкара Если Нигде Не ждут Пора Нигде Субтитры создавал DimaTorzok Зная о вашей любви к некоторым персонажам Может быть, есть такие люди, которым вы бы доверились? В смысле не есть, а были ли такие люди? Я знаю, что у вас на стене висит портрет Шукшина Вот если бы Василий Макарович был бы сегодня Он сказал бы, доверились бы его мнению? Ну, потрясающие были люди в моей жизни Это просто с годами понимаешь, какая это была удача Общаться с Леонидом Филатовым С Роланом Быковым С Эльдаром Александровичем Рязановым Последние годы И Шукшин – это просто наша любовь С Мишей Евдокимовым Царство небесное обоим Но, с другой стороны, вы знаете И какое-то появилось у меня такое правило Слово – это такое, не вам рассказывать Мощное оружие, что Очень аккуратно надо им пользоваться И когда тебе что-то говорят Вот про человека Я взял для себя за правило Что я должен составить свое личное мнение Не взирая даже на авторитет Я прекрасно знаю мнение Леонида Филатова И Эльдара Александровича Рязанова По некоторым вопросам Даже о Куджаве я в чем-то не верил Потому что вот он мне говорил одно Я делал свое Ну, и сейчас об этом не жалею Поэтому, наверное Опять же, нас так долго Не заставляли Учили верить И в коммунизм И в моральный кодекс строителей коммунизма И что теперь сложно Что-то вот принять так Понял Поем дальше Дальше такая песня Которая называется «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Даже неудобно как-то Такую старую песню вам петь Потому что, по-моему, прошло 38 лет Надо сказать, что Можно написать отдельную книгу про эту песню Потому что столько связано с ней историей Изгиб гитары желтой Ты обнимешь нежно Струна осколком эхо Пронзит тугую выхот Качнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Как отблеск от заката Костер не аж с осенью пляж Ты что грустишь, бродяга А ну-ка улыбнись И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, Чьи имена, как раны, на сердце забеглись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот. Мы, Олег, дружим с сетью ВКонтакте, и там один был вопрос своеобразного свойства. Вопрос был такой. Вы 38 лет исполняете песню из гимн-гитары «Желтый». Я боюсь также забыть слова. Я перед финальной песней произнесу не спичь даже, не тост, а такую маленькую байку. Вы наверняка не знаете. Дело в том, что наша встреча с вами произошла впервые на страницах вашей книжки. Я не знаю, возможно, одной из первых. Такой был небольшой карманного формата сборничек с белой обложкой Олега Митяева. Тексты песен были собраны. И там еще были статьи об Олеге Митяеве, которые выходили в разнообразной прессе. А я, когда был журналистом, я под псевдонимом Женя Лейзен, у меня был один доктор знакомый Лейзен, я был ему благодарен, я вот его использовал в фамилию в качестве благодарности. Я написал про вас статью. И поэтому домой вернитесь, там мои слова про вас уже в 2001 году очень теплые. Но там была одна претензия. Была претензия в том, что я вот был на концерте, и я написал так, немножко так, по-юношески так вздорно. Я сказал, что, ну вот, много слишком разговоров, а хотелось бы, чтобы музыкантов было вот хотя бы три, чтобы был саунд, чтобы так все звучало, чтобы вот вообще никто мне не мешал слушать песни Олега Митяева и звучали не так, как я хочу их слышать. Вот для чего придумана эта передача. Совершенно верно. И сегодня я этот саунд услышал, и очень вам благодарен, что мои мечты сбылись. В общем, за встречу. У поручика неважные дела, У поручика разорвана шинель, Но до царского села будет дорога весела, До тех пор, пока не выветрится хмель. До тех пор, пока волторн не стихнет медь, Он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, Ни про то, что смог посметь, И что мачеха чесна для него. Ни про драку, ни про плеть, Ни про то, что смог посметь, И что мачеха чистна для него У поручика на метике узор И платочек от одной мадемуазель Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Но в одном ему сегодня повезло Кто-то молится за грешного и ждет Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдет Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдет АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Это был Олег Митяев Это программа Соль на РЕН-ТВ До встречи, дорогие друзья! Всем привет! Это группа 2517 А мне тут подсказывают, что у вас в этом году еще одна экстремистская песня появилась Они все потенциально экстремистские Группа 2517 В музыкальном шоу Соль В следующее воскресенье в полночь на РЕН-ТВ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Украинская песня АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...